В 10-й школе на линейке провожали 35 выпускников. Этих 11-ти классников школа считает своей гордостью. Ребята не только отличаются хорошей успеваемостью, среди них два медалиста, эти выпускники еще и активисты и волонтеры. Да и в целом школа с казачьей направленностью считается одной из лучших в городе. Школа всегда была по показателям единого государственного экзамена на первых местах в городе Сочи. В спортивных соревнованиях, в различных олимпиадах. Это тоже 10-я школа. Я желаю всем выпускникам, тем, которые еще выпускаются, конечно, далекие государственные экзамены, это наши первоклассники, которые выпускаются, другие классы, прекрасно провести летние каникулы, отдохнуть, набраться сил, покупаться на море. И с новыми силами встретимся 1 сентября. Последний звонок – долгожданный праздник для каждого школьника, но для 11-ти классников этот день особенный. Несмотря на активную подготовку к предстоящим экзаменам, ребята тщательно готовились к своей последней школьной линейке. Это не просто дань традиции, а подарок педагогам, которые все 11 лет их учили и воспитывали. Они хорошие у меня, очень преданные, которые прошли олимпиаду, они участвовали в олимпиаде, то есть многие награждены грамотами, и будем говорить, им, конечно, непросто было. И сейчас мы все кулаки держим, чтобы они прошли единый государственный экзамен. Для нас это очень важно, я им желаю, чтобы они удачно сдали. Радости, грусть – эти чувства переполняли выпускников. Как ни странно, ребятам очень жаль, что классный руководитель их больше не вызовет к школьной доске. Очень всех люблю. Поняла, насколько мы стали друг другу близки, и не хочется расставаться. Но ждет дальнейший путь, будет еще лучше. В честь последнего звонка здесь позвонили не только в школьный колокольчик. По традиции, в 10-й школе забили и в школьный колокол «Благовест». Почетное право возвестить о конце учебного года доверили председателю городского собрания Анатолию Луцику. Последний единый госэкзамен выпускники сдадут до 30 июня. Впереди – начало взрослой жизни. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.